Основная проблема современной России идеологическая. Кто мы? Что мы? Куда идем? Куда хотим прийти? Кто наш друг? Кто наш враг? В чем, в конце концов, наша национальная идея и как это выразить одним коротким слоганом. Сразу хочу оговориться, что, конечно же, главный грех петербуржца называть нижегородцев новгородцами. Говорить не перь, а перь. Говорить про тех, кто живет в Ростове-на-Дону, что они живут в Ростове. Ну и не склонять название Иваново. Я, скорее всего, этот грех совершу, ну уж не обессудьте. С вами проект Иваново с перцем. В 19 веке Россия жила согласно четкому императиву, который выражался в трех словах. Самодержавие, православие, народность. Автором принято считать министра народного просвещения Уварова. И отражение данной концепции можно было найти в различных культурных явлениях. В музыке это опера «Глинки и жизнь за царя», в живописи картина Маковского во звание Минина к нижегородцам, в архитектуре церковное зодчество Константина Тона, апофеозом которого стал храм Христа Спасителя в Москве. Многие ливановцы, про гостей города даже не заикаюсь, проезжая по улице Ленина, мимо утилитарного здания, где ныне располагается филиал Российского экономического университета имени Плеханова, в курсе, что ранее здесь находилась церковь Вознесения Господня, построенная по проекту Тона. Безусловно, для купеческого сословия столичный архитектор был не просто крут, он являлся настоящей топовой звездой Николая Первого. И появление подобного храма наводило прямой мост между Иваново и Петербургом. Радовалась и консервативно настроенная часть дворянства, но у так называемой прогрессивной общественности культовые постройки Константина Тона восторгов не вызывали. В чем же дело? В 1820-е годы это кризис классицизма. Проблема была не только практического характера, когда колонны с фронтонами у всех сидели в печенках. Нужно ли, следуя общепринятым канонам, оформлять баню с портиком, например? Была еще проблема, лежавшая в эстетической плоскости. С рождением Уваровской триады у власти появился четкий запрос на олицетворение теории официальной народности в повседневной жизни россиян. Дискуссионные баталии не заставили себя ждать. Переломным моментом в деле становления нового архитектурного стиля можно считать ноябрь 1830 года, когда президент Академии художеств Алексей Николаевич Оленин поручил малоизвестному на тот момент Константину Тону составить эскизный проект Екатерининской церкви, который планировалось возвести в Петербурге у Старокалинкина моста на месте пришедшего в негодность деревянной. Предыдущие проекты Михайлова и Мельникова не удовлетворили Николая Первого. Император ждал чего-то созвучного его националистическим настроением и Тон попал в тон царских ожиданий. Екатерининская церковь была построена в 1837 году и стала провозвестницей так называемого русского византийского стиля или как принято называть его в искусствоведении русско-византийского. Россия возвращалась к своим корням. Классицизм, ассоциировавшийся не столько с Грецией и Римом, сколько с Францией, а соответственно со всеми государственными переворотами, которые там происходили, уступил место нашему родному православному концепту. Изданный Томом альбом проектов в 1841 году был официально предписан в качестве высочайше одобренного образца для архитекторов при построении православных церквей, написал мой любимый искусствовед Андрей Львович Пунин. Это был набор шаблонов, согласно которому теперь полагалось строить культовые сооружения по всей стране. И вот представьте, вы архитектор местный, вы светило, вы гений, и тут вам спускают из столицы директиву. Впрочем, для Николаевской эпохи это не новость, когда приходилось подчиняться творческому диктату оттуда сверху. Например, именно такого типа храм Вознесения Господня стоит в Нижнем Новгороде, на Ильинке. На мемориальной доске, так и сказано, построен по образцовому проекту Константина Тона. Но вот в Иваново проект был разработан непосредственно архитектором. Если власть кого-то любит, то его однозначно не любят те, кто против власти. А быть против власти – это негласная установка части российской интеллигенции вне зависимости от государственного строя, будь то империя, союз или нынешняя демократия. В восторге Николая Первого Константином Тоном сыграли злую шутку с дальнейшей судьбой его построек. Все новые церкви дышали натяжкой, лицемерием, анахронизмом, как пятиглавые сутки с луковицами вместо пробок на индо-византийский манер. Это Герцен, издатель «Колокола», называл этот индо-византийский манер еще и тоталитарным. Довольно однобокую оценку дал творчеству Тона известный критик Владимир Стасов, главный адвокат и пиарщик передвижников, автор бренда «Могучая кучка», ну и, конечно же, ненавистник декаденства и модернизма. Тон был делец самый ординарный, таланта не имел никакого. Ну, вы меня простите, а вот два вокзала в Петербурге и Москве, большой дворец в Кремле – это что, отсутствие таланта? При этом Стасов восхищался народным стилем при постройке домов, когда архитектор Басин впендюрил на площади Островского то, что в народе получило название «дом с петухами». Восторгом критика не было предела. Его не смущало, что тем самым разрушена гармония, достигнутая перекличкой классических фасадов Александринского театра и публичной библиотеки, и павильонов Аничского дворца, возблигнутых по проекту архитектора Карла Ивановича Росси. Тем не менее, к концу XIX века оппозиционно настроенная интеллигенция стиль Тоновских церквей принять никак не могла. На храм Христа Спасителя обрушился шквал критики. Сталин, кстати, очень удачно его потом использовал при сносе главного храма, главного архитектора эпохи Николая I. Справедливости надо сказать, что как раз-таки сундучный ХХС нельзя нанести к разряду шедевров, но это же не повод, чтобы его взрывать. В Петербурге из пяти Тоновских церквей осталась одна, и та перестроена до неузнаваемости. Как остроумно заметили авторы книги Петербург немецких архитекторов от барокко до авангарда, по злой иронии судьбы, эта борьба с национальным наследием направлялась из Большого Кремлевского дворца, также созданного Тоном. И здесь мы наблюдаем еще одну параллель между Иваново и Северной столицей. На месте снесенной Вознесенской церкви появилась фабрика кухня народного питания, сокращенно Нарпит. Она появилась в русле общей тенденции борьбы за освобождение женщин от рабского труда, даже не у плиты, какая там плита, у печки. Ежедневно изготовлялось свыше 100 тысяч обедов. Ну, учитывая население Иваново-Вознесенска того времени, ими можно было накормить полгорода. Понятно, что полгорода просто не поместится в столовых этого кухонного комбината, поэтому часть обедов развозилась по фабрикам и предприятиям. Архитектор Журавлев, автор проекта, работал в мастерской у Голосова, который также отметился своими постройками в Иваново. Но если Голосовский дом коллектива сохранился, то Журавлевская постройка была в корне переделана архитектором Панувом в 1950-х годах, превратившись из уникального конструктивистского сооружения во вполне заурядный дом. В Ленинграде, на месте снесенной Екатерининской церкви, также возвели конструктивистское здание. Первый в стране трехзальный кинотеатр Москва. Его автор, Лазар Хидикель, был учеником Шагала и подмастерием Лисицкого. Его фамилия, точно так же, как и фамилия, например, Суетина, мало что скажет современному обывателю, хотя и тот, и другой были также учениками Малевича. Хидикель пропагандировал супрематизм в архитектуре, Суетин в архитектуре, но главное в фарфоре. Олег Романов, вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов и бывший ученик Хидикеля, в разговоре со мной упомянул, что Хидикель строил это здание «Стифнув зубы». Почему «Стифнув зубы»? Потому что в начале 1930-х годов партия стала находить идеи конструктивизма неконструктивными. На смену пришел социалистический ампир. Поэтому на антамблемент кинотеатра налепили фриз, изображающий трудовой подвиг советского человека. Константин Тон творил на стыке двух архитектурных течений. Как пишет искусствовед Владимир Лисовский, творческое наследие Константина Тона противоречиво, но очень характерно для своего времени, пограничного между двумя архитектурными эпохами – классицизмом и эклектикой. Как это часто бывает в нашей истории, творец с нерусской фамилией и нерусскими корнями Тон происходил из обрусевших немцев, хотя ходила легенда про неких испанских предков. Оставил след в нашей архитектуре зданиями национального характера. На базе наследия прошлого Тон фактически изобрел патриотичный стиль, который был приемлем как для простого крестьянина, так и для высокопоставленного вельможи. Для любого ивановца Воднесенская церковь была понятна, она не озадачивала ионическим или коринфским ордерам. Она отсылала в Ярославль и Псков, во Владимир и Новгород, а не в Афины и Рим, потому что Иваново – это не Афины и не по-латински холм. Однако ирония заключается в том, что город, входящий в Золотое кольцо, именно церквями-то известен в последнюю очередь. Это родина Первого Совета. Но даже до этих событий Константин Тон не дожил, не предполагая, что большинство его построек будет снесено, и теперь память об этом архитекторе в городе Иваново можно найти только на открытках. А память о журавлевской фабрике кухни только на специализированных сайтах. И в этом ролике, который появился благодаря строительному холдингу КСК. С вами был проект «Иваново с перцем». Приезжайте в город Иваново, подписывайтесь на официальный инстаграм-аккаунт, оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы и пожелания. Увидимся. Пока.